Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком». Тема «Война. Вопрос 3278». В книге «Толкование Евангелия», изданной по благословению патриарха Алексия II, Москва 2002 года, говорится, что убивать на войне не грех, что убийство на войне называют грехом скудоумные и неразумеющие писания. «Священники и патриархи, которые считают, что убивать на войне не грех, кто они? Можно ли их назвать еретиками?» Отвечает Игнатий Лапкин. В нашей книге «К истинному православию» в главе «А я говорю вам, любите врагов ваших» все это разобрано подробнейшим образом и к тому добавить нечего. За убийство на войне отлучают от причастия по канону церковному. А вот считать не проповедующих физическое убийство скудоумными, тут поправку вносит сам Господь. Они надеются на оружие, но оно не всегда помогает. Если бы не белая армия, то и царя, возможно, не расстрелили бы. Если бы не было гражданской войны, то и красного террора могло не быть. Откровение 13.10. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому само надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Исаия 2 глава 4 стих. Мехея 4 глава 3 стих. «И будет он судить народы и обличит многие племена и перекует мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Василий Великий, 8 правило. Находящиеся на войне идут на поражение супротивных с явным намерением не устрашить, не вразумить, но истребить их. И есть вольный убийца. Бросил так острое железо, что удар и от тяжести железа, и от растроты его, и от стремления через большое пространство выстрел. По необходимости належало быть смертельным. Есть вольное убийство это. И никакому сомнению не подлежит. Убиение и набрание отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как думается мне, поборников целомудрые и благочестия. Но, может быть, добро было бы советовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удерживались от общения только святых тайн». Василий Великий, правило 13, Вальсамон и Зонара. Согласно замечает, что предлагаемый Василий Совет вообще не был употребляем в действии, как по неудобству, так и по уважению в начале всего же правила, изложенным. Сноска под правилом. От кого неудобство? От того, что действия воинов несовместимы со званием христианина, а царю христолюбивому никак не обойтись без христолюбивого воинства? Неудобство от сравнения с учением Евангелия? А значит, и неуважительно будет ко всем, кто блюдет интересы отчизны, царя. Как же на три года отлучить от причастия их? А значит, и тех священников, которые были на войне, и тех, кто их послал, а значит, и царя, и по неуважению ко Христу, к Новому Завету и к Евангелию, пусть уж воюют. Согласно 13 правилу Василия Великого, у воинов руки нечистые, и они отлучаются на три года от причастия. За сколько убийств? За убитое в очереве дитя женщина на 10 лет отлучается. В силе Великие второе правило. Святой Николай Касаткин, японский, во время японской войны, в 1905 году, сказал своей японской пастве, молитесь за победу японского оружия. А сам закрылся в своей комнате и, очевидно, молился за победу царя русского. Чья молитва тогда победила? Кого Бог услышал? Или чья молитва была в грех? Иеремия 32, 35. Чего я не повеливал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. Скудаумен воюющий, не надеющийся на Господа, а кто следует Писанию, тот выделяет со своим доверием Богу и Иегове. Назвать воюющего еретиком нельзя, но то, что он заблудший, это однозначно. О, как я дорожу Твоей весною, Твоей прекрасной юностью цвету, а время на Тебя идет войною, и день Твой ясный гонит в темноту. Но пусть мой стих, как острый нож садовый, Твой век возобновит прививкой новой, отдав себя, ты сохранишь навеки, себя в сознании, новым в человеке. Шекспир. Шекспир.